МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хорошо. Хорошо. Если вы хотите, чтобы я продолжила с этой фразой, я продолжу, но вы зря теряете время. Может быть, что-нибудь другое придумаете? Хорошо. Когда я была маленькой, я не любила лук и сало. Подойдет такой вариант? Хорошо. Когда я была маленькой, я не ходила к психологу. Дальше. Когда я была маленькой, я не хотела взрослеть. Продолжать? Ну да. Когда я была маленькой, я... Все, не даю на тебя. А что вы вообще прицепились к моему детству? Что вы хотите услышать? Что все мои проблемы родом оттуда? Вам не кажется, что это банально? Шаблонный психотерапевтический трюк. Объяснить все изломанным детством. Хочу вас разочаровать. Детство мое было благополучным. Мама меня поздно ротила и долго нянчилась со мной. Какая вам разница до моего детства? Вы уткнулись в свою книгу. Даже не делаете вид, что слушаете меня. Раз вам нравится издеваться над людьми, давайте я расскажу про свою юность. Она была не такой счастливой, как детство. Вы сможете поглумиться вдоволь. Вы же... вы же унизите меня хотите, верно? Продолжение. Что вы меня пугаете? Я вам объясняю. Я не знаю код от сейфа. Это не мой кабинет. Получивала ключ от кабинета. Ключ был. Но я здесь не работаю. Я понял. Ты нашла ключ на улице. Потом поставила замочную скважину первой попавшейся двери и вошла. Так? Все гораздо проще. Психолог мой друг. Слушайте, Анат, давайте... Здравствуйте. Я придумала. Давайте ему позвоним. Скажем, что меня взяли в заложники. Мне угрожают. Он скажет код от сейфа, и вы заберете деньги и уйдете. Устраивает? Вот. Когда я была маленькая... Когда я была маленькая... Вы, наверное, боитесь, что просто полиция приедет раньше и вас заберут. Правда? Конечно, я боюсь. Но вы же сможете успеть собрать деньги до их приезда. А если он обманет, скажет мне те цифры? Нет, он не станет этого делать. Мы скажем... Вернее, я скажу, что у вас есть пистолет. Зачем ему рисковать моей жизнью? Ладно. Набирай. Только сначала зареви. Простите? Ну, заплачь. Ну, чтобы он понял, что тебе страшно, что тебя угрожает. А... Я лучше жалобным голосом, ладно? Не надо жалобным голосом, надо зареветь. Можешь зареветь? Ну, представь, что я побил тебя. Вы представь. Я тебя бью. Бью. Бью тебя. Бью. И не получается. Может, вы действительно изобьете меня? Ударьте меня, пожалуйста. Избиение. Другая статья. Из нее уже отсидел. Не будешь плакать? Нет. Да, телефон. Зачем сюда ходят люди? Зачем сюда поговорить не с кем. Я же вам говорю, я не психолог. Наверное, не с кем. Ну, у тебя есть ключи от кабинета. И хватит заливать про друзей. У меня тоже есть друзья. Я не ношу ключи от их кабинета. Ладно. Мы... Мы были любовниками. Другое дело. Скабрезные истории вам нравятся больше? Какие истории? Ну, зачем вы? Про детство меня заставили рассказывать. Я просто прочел в блокноте мозга права. Понравилось? Это что, тест какой-то? Не знаю. Возможно. А вы когда маленьким были, вы разбойником хотели стать? Пиратом. А я адрес ручести Бандера. А зачем ломилась сюда? Вот это не ваше дело. Я могу. отстрелить тебе в ухо. Ну, тогда не забудьте накрутить этот на пистолет. Универшитель? Да. Офис на первом этаже. Наверху соседи услышат быстро. А ваше мнение в ухо. Прямо сразу. Тогда деньги не получите. Вот ты знаешь. Кот. Хорошо, попробуйте. Семь, четыре, один, один. Семь, четыре, один, один. Нужна пятная цифра. Еще один. Масло? Цифра один. А вам не жарко в этой маске? В лицо, наверное, ужасно клеет. Говори, курт, быстро. Его знает только хозяин. Когда я была маленькой, на меня не направляли пистолет. Счастливая. Почему бы вам не снять маску? Я обещаю не смотреть. Я могу стоять к вам спиной. Зачем пришла? Снова угрожайте. Что вы мне обещали отрезать? Ухо. Давайте я сама. Отдай его для вас. Левая не нравится, давайте правая. Нешали. Нос, язык, какую часть тела нужно? Еще раз такое устроишь. И что? Накажите меня. Вам меня жалко? Вам меня жалко? Вам помочь? Знаете, очень милая я. Чувствую себя членом банды. Завтра, послезавтра выходные. А в понедельник чем будем заниматься? Я могу быть вам полезной? Хоть в чем-нибудь. Помолчи. Когда я была маленькой, мне никто не говорил, помолчи. Ну что, тряпку найти или розык? А где вы ее возьмете? Разве что маску снимете? Деньше, стряпку возьму. 6-9-5-5-5-5. Что 6-9? 5-5-5-5-5-5. 6-9-5-5-5. Семь. 6-9-5-5-5. 6-9-5-5-5-5. 6-9-5-5-5-5. Здесь денег нет. Найдите кассету с фамилией Одинцова. А почему вы решили, что там должны быть деньги? А кто еще может решить? Найдите кассету с фамилией Одинцова. Одинцова. Одинцова, это ты? Ищите. Вот. Подойдите. Какая грустная женщина. Ты же будешь угрожать или выстрелишь. Куда тебе удобно, в ухо или сюда куда-нибудь. В голову сразу. Стреляли. Стреляли. Он не заряжен. Конечно. Я же не убийца. Так ты за кассетой сюда пришел. Я могу за нее заплатить. Много. А он записывал ваши разговоры. Да, но я этого не знала. Если это незаконно, может засудить его. Заработаешь. Здесь кредитная карта. На углу банкомат снимите все деньги и принесете кассету. Что на ней записано? Почему она так нужна тебе? Я же не спрашиваю, зачем вам нужны деньги. Все нужны деньги. Хорошо. На моей карточке есть несколько тысяч. Не много за кассету, я согласна. Но как только откроется отделение банка с утра, я сниму деньги с другого счета. Ну и если вы не верите мне, возьмите мой паспорт, перепишите адрес. Вы будете знать, где я живу. Я дам вам номер телефона и я не собираюсь скрываться. Я расплачусь с вами при первой же встрече. Если вы не хотите меня видеть, я привезу деньги туда, куда вы скажете. Может я тебе продам кому-нибудь? Больше дадут? Там лично. Кроме меня эта кассета никому не нужна. У меня есть знакомый кореш, работает в желтом издательстве. Предложу. А вдруг? Вы не сделаете этого. Сделаю. Тогда можете меня застрелить. Что там такое? Записано, что ты так трясёшься на меня. Мне даже интересно. А с самого начала? Яйцо знакомое. А кто вы? Зачем вырвались сюда? А вы? Вы перешли на вы. Я вам говорила, мне нужна кассета. Настолько сына, что готовы умереть за нее. У вас грустные глаза. Два месяца назад пропал ваш муж. Бывший? Муж. Он отобрал у меня детей. Настроил против меня. Лишил у меня права видеться с ними. А знаете, каково жить в одном городе со своими детьми, которые считают тебя главным врагом? Не отвечают на телефонные звонки. Не смотрят на тебя в зале суда. Когда я прихожу к ним в школу, чтобы увидеть, милый Арсений перебегает на другую сторону улицы. Мои дети называют меня она. Не мама, даже не мать. Она. Рассказайте вам, сколько усилий приложил мой бывший супруг, чтобы достичь такого результата. Прослушивались мои телефонные разговоры, чтобы найти хоть какой-то компромат. Они могли вырвать из контекста мои слова, чтобы представить меня дьяволом. Что ж, я, по-вашему, должна согласиться со всем этим? С решением суда и отдать детей? Он же всех подкупил. Вы стали планировать убийство мужа, да? Планировать. Планировать не значит убить. Вы продумали все детали, даже как уйти от ответственности. Да мой психолог сказал, что это безобидная игра. Надо направить негатив в область своих фантазий. Но это лучше, чем тратить время на месте. Так куда исчез ваш муж? Или его больше нет? Нет. Я мечтала бы, чтобы он умер. Выпал из окна, отравился ядом, угарным газом. Сгорел в автокатастрофе. Неужели вы думаете, что я могла все это подстроить? Не вы бы вы могли нанять тех, кто это устроит? Если бы я имела связи в криминальных кругах, я бы не пришла сюда одна. Тем более не торговалась с вами и за кассеты. А просто нашла бы человека, который забрал бы ее у вас силой. У вас еще есть такая возможность, да? Вы тоже думаете, что я способна на такое? Да мои... Мои дети еще маленькие, понимаете? Им можно внушить все, что угодно. Это даже дело не в возрасте. Просто если даже мой собственный психолог считает и подозревает меня в убийстве, как я остальному объясню, что это не так? Ну, он записывает разговоры всех людей склонных к насилию. И он верил в вас, пока не исчез ваш муж? Бывший. Мой доктор был очень плохим доктором. Не только потому, что он спал со мной. Вместо того, чтобы выслушивать мои больные фантазии, ему нужно было выгнать меня за дверь и не впускать сюда. Не надо было сюда заходить. Мое место с детьми, даже на расстоянии, но я должна быть рядом. Если опубликуют наши беседы с доктором, я не смогу жить. Вы этого хотите? Да нет, просто... Я должен был проверить, убедиться. Держите. Я вам верю. Верю, что вы не виновны. Спасибо. Можете оставить ее себе. Я вам верю. Я вам верю. Буквально в километре от моего дома есть свалка в лесу. Горы мусора, ямы. Наверное, нужно было найти место получше, но в других местах земля была твердая. И у меня не было сил копать. А руки не слушались, дрожали. Я зашла в магазин за лопатой и в результате купила черенок. Поняла это, когда села в машину. Пришлось вернуться и обменять на нормальную лопату. Я закопала тело прямо там, на свалке. Весной обещали убрать мусор, постелить асфальт и расширить дорогу. Я не понимаю, зачем я все это рассказываю. Ты учил меня концентрироваться на самом важном. А сейчас я не понимаю, что самое важное. Я даже не сразу поняла, что убило его. Я живу на десятом этаже, ты знаешь. Уцелеть, упав с такой высоты, шансов мало. Невероятно, но он некоторое время был еще жив. Все произошло мгновенно. Я встаю на балконе, громко кричу. А он делает вид, что не слышит. Но, знаешь как, плохая связь. Я закрываю окно и через мгновение понимаю, что грохот, удар, это все из-за меня. Я спускаюсь почему-то по лестнице, не на лифте, нахожу его и беру на руки. Кот смотрел на меня с паричными зелеными глазами. И громко дышал. Спасти его было невозможно. Кот жил с соседки за стеной, и когда я ругалась, он перепрыгивал через балкон и приходил меня пожалеть. сворачивался калачиком в ногу моих и громко урчал. Успокаил. Педняк он даже не понял, за что он пострадал. Он жил у соседки Лиды и семьдесят лет, и она живет одна. Кроме котов у нее никого не было, и я не знала, что мне делать. Оправдываться перед ней, объяснять, что я, что я ругалась, и не слышала, и не видела, как Васька перепрыгнула ко мне через балкон. Когда я закапывала могилу, полил дождь, и я стояла там и вдруг почувствовала себя убийцей. Нет, не кота, а вообще убийцей. Я столько раз представляла, как я убью его, Артура, и верну детей. Но я не представляла, что будет потом, когда все кончится, и надо прощаться. И я стояла моклая, не хотела уходить, и тут я поняла, что... Что если бы я убила мужа случайно, непреднамеренно, я бы... Облегчение бы не пришло, я бы не смогла жить с этим и смотреть детям в глаза. Слушай, а будет хорошо, как ты думаешь, если соседке котенка подарить? Ко мне прибился один. Вообще, как они чувствуют, что нам плохо, ты не знаешь? ... Субтитры создавал DimaTorzok